В турнире принимают участие 4 команды. Россия-1, Россия-2, лучшая команда первенства МХЛ, Беркут и Кубани и участники чемпионата МХЛ, Энергия, Карлов и Варут. В командах Россия-1 и Россия-2 играют кандидаты в молодежную сборную нашей страны. Тренер молодежки внимательно следит за каждой игрой. Есть масса ребят, которых мы просматриваем, по которым есть какие-то вопросы, по которым надо поделиться, вызывать их в дальнейшем или нет. Есть масса ребят на перспективу, которые не в этом году, а на следующий год, через год могут попасть. Кандидатам в сборную России повезло больше своих соперников. Они в Сочи уже с 1 июня. Все время до турнира активно тренировались. Отныне Олимпийский парк будет для молодежной сборной постоянной тренировочной базой. Кубок Черного моря проходит первый раз от того и небольшое количество команд, но организаторы турнира ожидают большой интерес участников со всего мира. Лето для хоккеистов в межсезонье, а в Сочи им представляется возможность поиграть с сильными командами, да еще и в Олимпийском парке. Накануне матч провели две российские команды. Никогда в Сочи не был, а тем более прошла Олимпиада, посмотреть на всякие постройки, которые тут построили. И, конечно, очень приятно играть, где когда-то месяц назад катались олимпийские чемпионы. В то время как Россия-1 и Россия-2 выясняют, кто из них лучше на льду, за ними следят соперники из Чехии. Зарубежным гостям еще предстоит сыграть с этими командами. С россиянами чехи встречаются не первый раз. Мне, конечно, приятно будет два раза встретиться со сборной России. Это всегда очень серьезный соперник. Для нас это всегда дерби. Но в хоккее всегда побеждает сильнейший. Мы покажем лучшую игру, которую умеем. Имена победителей станут известны в пятницу. Тогда же и пройдет церемония награждения. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.